Всем привет! Здравствуйте! За прошедшую неделю мир поменялся. Мы с вами живем в другой реальности, поэтому не удивляйтесь, что новости мы будем записывать вот в таком новом формате. Семь главных новостей Татарстана ушли на самоизоляцию, но это не повод их не записывать, поэтому приступим к новостям. Сложно говорить о чем-то кроме коронавируса на этой неделе, поэтому все новости так или иначе будут с ним связаны. Понедельник ознаменовался жестом доброй воли от мэрии и лично мэра Ильсура Медшина. 15 служебных автомобилей были переданы медикам, чтобы обслуживать выезды на дом. Переданы они были с водителями, и нам очень интересно, как решили вопрос с изоляцией водителей от контактов медиков. И уйдут ли они после выполнения своей миссии на карантин? Во вторник правительство России поручило закрыть все торговые и развлекательные центры, и по факту закрылось все, кроме продуктовых и аптек, а также необходимых компаний в сфере услуг. Позже к организации запрета присоединилось и местное правительство. В итоге с субботы не работает ничего, и список учреждений, которые работают, вынуждены в выходной, вы сможете обнаружить по ссылке. К слову, об этих выходных. Подожди, подожди, перед тем, как мы начнем говорить снова о коронавирусе, у меня есть положительные новости. Ну давай. Вот что ты делала 25 марта 2010 года? Ну, скорее всего, пыталась попросить кого-нибудь повзрослее купить мне пиво в магазине. А вот если была бы повзрослее, помнила, что 10 лет назад Рустам Мениханов стал президентом республики Татарстан. Сейчас все шутки в сторону, за время его руководства ему удалось не только сохранить все то, что создал Ментимир Шарипович Шаймиев, но и приумножить успех республики до настолько, что прямо сейчас мы являемся четвертым регионом по социально-экономическому развитию. Чем не повод открыть шампанское во время самоизоляции? Это чай. А теперь давайте снова к насущному. В среду со своим обращением к нации выступил Владимир Путин. Выступление перенесли почти на полтора часа, и никто не знал, чего ждать от президента. То, что было дальше, удивило даже самых ярых скептиков. Самым удивительным стало то, что Путин объявил эту неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Сделано это для того, чтобы люди сидели дома и не распространяли заразу. Помимо всего прочего, анонсирован ряд послаблений для юридических и физических лиц, который поможет пережить кризис, который начинается из-за коронавируса. Полный список его тезисов вы сможете также найти вот по этой ссылке. После такой речи многие стали говорить, что следующий срок ему обеспечен. Ребята, речь он говорил сегодня, а следующий срок через 4 года. Поживем, увидим. В четверг появилось видео с концерта, где присутствовал Лев Лещенко. Его распространяли с целью показать, скольких людей мог заразить артист, пока не знал о своем диагнозе. На одном из кадров вечеринки в честь дня рождения можно видеть мэра Казани Эльсура Медшина. Эта новость тут же разошлась по всем телеграммам и СМИ, но пресс-служба Медшина тут же заверила всех, потому что первый тест на коронавирус показал отрицательный результат, и второй тест на коронавирус также показал отрицательный результат. Подобная неосторожность могла оказаться настоящей диверсией, но слава богу, все обошлось. Мальчики и девочки, а теперь давайте поговорим о самом важном, что было на этой неделе. Да, возможно, вам уже тысячный раз говорили, но я еще раз хочу попросить всех и каждого. Ребята, оставайтесь и сидите дома. Если вы не будете соблюдать режим, это приведет к взрывному росту заболеваемости через неделю-две. Россию охватит полномасштабные эпидемии, и неизвестно, сколько нам еще придется сидеть на карантине. Ведут не просто выходные, а карантин. Самый жесткий, прям натуральный карантин. Россия закрыла внешние границы. В страну нельзя попасть. Мы не хотим, чтобы закрыли границы еще и между регионами. Победа уже отменила все рейсы с 1 апреля внутри страны. Каждый день карантина обернется нашей стране многомиллиардными убытками. И каждый сможет приблизить тот день, когда эпидемия уйдет, просто сидя дома и не контактируя с людьми. Росгвардия вместе с Роспотребнадзором сейчас проводит рейд по выявлению нарушителей домашнего карантина. Им грозит штраф до 500 тысяч рублей. Каждый из людей, кому предписан карантин, могут являться потенциальным источником инфекции. И ни при каких обстоятельствах им нельзя контактировать с людьми и выходить из дома. Вот статистика по зараженным в России, и уже через неделю эти цифры могут быть в разы больше. А это новые смерти. Не думайте, что это где-то далеко. Вирус уже в республике, и важно не дать ему распространиться. Элин, есть ли у тебя видео недели? Я за неделю посмотрела так много видео, что посоветовать что-то конкретное не смогу. Но могу посоветовать полезное. Попробую выучить татарский язык за время самоизоляции, например, с проектом ТНВ «Татарский» с Дмитрием Петровым. Это были 7 новостей Татарстана за прошлую неделю. Всех обнимаю и целую. Или не целую. И не обнимаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok